Беседа шестая, восемьдесят три, о том, что бояться начальников полезно, и рассказ о случившемся на пути с теми, кое несли к царю весь о возмущении, также о том, что кто терпит что-либо неправедное и благодарит Бога, попускающего это, равен тому, кто терпит за Бога, предлагается опять примеры трех отроков и Песи Вавилонской, и о воздержании от клятв. Много, однако, дней мы употребили на утешение любви вашей. Не отстанем от этого предмета, но пока продлится рана печали, будем прилагать и врачевство утешения. Если и врачи не перестают лечить телесные раны, пока не увидят, что болезнь прекратилась, тем более должно делать это по отношению к душе. Печаль есть рана души, и должно непрестанно лечить ее словами утешения, и не так смягчает телесный опухоль теплые воды, как унимает боль души слова утешения. Здесь не нужна губка, как у врачей, но вместо губки употребим язык. Здесь не нужен огонь для согревания воды, но вместо огня воспользуемся благодатью духа. Так вот, и сегодня сделаем это же самое. Если мы вас не утешим, от кого же другого получите утешение? Судьи устрашают, так пусть утешают священники. Начальники угрожают, так пусть ободряют церковь. И с малыми детьми бывает так, учителя устрашают и наказывают детей, и как заплачут они, отсылают их к матерям. А матери, взяв их на руки, к себе держат, обнимают крепко и отерши слезы, целуют их, и ободряют прискорбную душу их, внушая им своими словами, что бояться учителей для них полезно. Так, когда и вас, начальники, устрашили и сделали печальными, церковь, общая мать всех нас, отверзши объятия и приняв вас распростертыми руками, каждодневно утешает, говоря, что полезен и страх от начальников, полезное и предлагаемое здесь утешение. Страх со стороны начальников не позволяет расслабевать от беспечности, а утешение церкви не попускает падать от уныния, и посредством того и другого Богу страдает наше спасение. Он и начальников вооружил, дабы устрашали дерзких, он же и священников рукоположил, чтобы утешали скорбящих. О том и другом вместе с писанием учит и самый опыт. В самом деле, когда уже при начальниках и вооруженных воинах неистовство нескольких бродяг и пришельцев в самое короткое время произвело у нас такой пожар и воздвигло такую бурю, что заставило всех бояться кораблекрушения, то если бы не было совсем страха от начальников, до какого неистовства не дошли бы эти люди, не разрушили бы они у нас с города до основания и перевернув все вверх гном, не лишили бы нас и самой жизни. Уничтожь судилище и уничтожишь всякий порядок в нашей жизни, удали с корабля кормчиво и потопишь судно, отними вождя у войска и придашь воинов в плен неприятелям. Так, если отнимешь у городов начальников, мы будем вести себя безумнее бессловесных зверей. Станем друг друга угрызать и снедать богатый бедного, сильнейший слабого, дерзкий кроткого. Но теперь, по милости Божией, ничего такого нет. Живущие благочестивы, конечно, не имеют нужды в мерах исправления со стороны начальников, ибо неправедникам положен закон. Но люди, порочные, если бы не были удерживаемы страхом от начальников, наполнили бы города бесчисленными бедствиями. Зная это, и Павел сказал, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Что связи из бревен в домах, то и начальники в городах. Если те уничтожишь, стены распавшей сами собой обрушатся одна на другую. Так, если отнять у вселенной начальников и страх, внушаемый ими, и домы, и города, и народы с великой наглостью нападут друг на друга, потому что тогда некому будет их удерживать и останавливать, и страхом наказания заставлять быть спокойными. Итак, не будем скорбеть возлюбленные из-за страха от начальников, но еще поблагодарим Бога за то, что Он пробудил нас от беспечности и сделал более рачительными. «Скажи мне, что вредного произошло от этого опасения и беспокойства? То ли, что мы сделали более степенными и скромными, более рачительными и внимательными? Что не видим ни одного пьяного и поющего любострастной песни, а напротив совершаются у нас непрестанные молебствия и плачки молитвы? Что отовсюду изнан неумеренный смех, сквернословие и всякая вольность? И весь город наш уподобляется теперь скромной и благородной жене. Из-за этого ли ты скорбишь, скажи мне? Нет. Из-за этого надо бы нарадоваться и благодарить Бога, что Он немногодневным страхом вывел нас из такой беспечности. Это правда, говоришь ты. Если бы только страхом и оканчивалась беда наша, в таком случае мы уже довольно получили пользы. Но вот мы боимся, чтобы зло не простерлось далее, и нам всем не впасть бы в крайнюю опасность. Не бойтесь, утешает вас Павел, говоря, «Верен Бог, вас постигло не иное искушение, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Он сказал, «Не оставлю вас и не покину». Если бы Он захотел наказать на деле и на самом опыте, то не предал бы нас страху на столько дней. Когда Он не хочет наказать, тогда устрашается. Потому что если уже намерено наказать, то ни к чему страх, ни к чему угроза. Но вот мы вытерпели такую жизнь, которая хуже тысячи смертей. В продолжении стольких дней страшимся и трепещем, пугаемся самых теней, несем наказание кайного, и среди сна вскакиваем от непрестанного беспокойства. Так что если мы и прогневали Бога, то уже умилостивили Его, вытерпев такое мучение. Пусть наше наказание и не соответствует еще грехам нашим, но его довольны для человеколюбия Божия. 85. Впрочем, не по одному этому, но и по многим другим причинам мы должны ободриться. Бог дал уже нам немало залогов доброй надежды. И во-первых, то, что отправившиеся отсюда с горестной вестью, полетев как бы на крыльях и думая скоро поспеть в столицу, находятся еще на половине пути. Столько встретилось им затруднений и препятствий, что, оставив коней, они идут теперь в повозках, отчего по необходимости прибудут туда позже. Как Бог подвигнул отсюда святителя и общего отца нашего и побудил его отправиться и взять на себя это ходатайство, так Он же задержал и тех на половине пути, дабы они, опередив, не раздули огня и не раздражив слух царя, не поставили учителя в невозможность поправить дело. А что такая остановка случилась не без соизволения Божия, это видно из следующего. Люди, которые всю жизнь провели в таких путешествиях и только то и делали, что постоянно ездили на конях, теперь, разбившись от самой верховой езды, принуждены остановиться. И случилось ныне противное тому, что было с Ионою. Того Бог заставил идти, когда он не хотел, а этим гонцам воспрепятствовал идти, когда они хотели. Новое и чудное дело. Тот не хотел проповедовать о разрушении Ниневи, и Бог заставил его против воли. Эти с великой скоростью спешат возвестить о низвержении статуи, и Он остановил их также против их воли. Что это значит? То, что здесь поспешность причинила бы вред, а там пользу. Поэтому Бог и того понудил через кита, и этих остановил через коней. Видишь ли премудрость Божию? И тот, и эти встретили препятствия в том самом, через что надеялись достигнуть желаемого. И Он надеялся на корабле уклониться, и корабль сделался для него цепью. Гонцы надеялись на конях скорее достигнуть до царя, и кони оказались с помехою. Но лучше сказать, воспрепятствовали им не кони, как и иони, не корабль, а промысл Божий, всеустрояющий по своей премудрости. И смотри, какое попечение! И устрашил, и утешил. Попустив посланным отправиться к царю с вестью обо всем случившемся, в тот самый день, когда ученены были все те преступные дерзости, Он этой скоростью их отъезда всех устрашил. Когда же они отправились, и два-три дня провели в пути, и мы уже считали бесполезным отъезд нашего святителя, думая, что он опоздает, тогда Бог рассеял наш страх и утешил нас, задержав посланных, как сказал я, на половине пути, и устроил так, что приехавшие к нам оттуда, той же дорогой, рассказали всем нам о случившихся с теми гонцами неприятностях, дабы мы сколько-нибудь отдохнули и сложили в себя часть беспокойства, что и случилось. Услышав об этом, мы воздали поклонение виновнику сего Богу, который и ныне, благо попечительнее всякого Отца, устроил все наши обстоятельства, какой-то невидимой силой задержав этих недобрых вестников, и как бы говоря им, что спешите, зачем торопитесь погубить такой город, «Недобрые вести несете вы к царю, стойте же здесь, пока дам я возможность служителю моему, как опытнейшему врачу, поспешить и упредить ваше прибытие, если же оказано такое о нас попечение в самом начале раны от преступления, тем большее получим мы успокоение после обращения, после раскаяния, после такого страха, после слез и молитвы». Ионос с целью был понуждаем, именно чтобы привести девятян к покаянию, но вы уже показали раскаяние, великую перемену, поэтому и нужно теперь утешение, а не угрожающая весть. Вот для чего Бог и подвиг отсюда нашего общего Отца, хотя и много было препятствий. Если бы Он не заботился о нашем спасении, то не побудил бы Его, напротив, еще остановил бы, когда Он хотел отправиться. Хочу сказать еще и о третьем обстоятельстве, которое может возбудить в вас бодрость, именно о настоящем празднике, который уважают почти все и неверные, которому и сам боголюбивый царь оказал такое уважение и почтение, что в этом превзошел Он всех бывших до Него благочестивых самодержитцев. В эти дни Он, изданным в честь праздника указом, освободил почти всех заключенных в темнице. И этот-то указ, святитель наш пришедший, прочтет перед царем, напомнит ему о собственных его законах и скажет к нему, будь сам для себя увещателем и вспомни о собственных делах, пример человеколюбия у тебя дома. Ты не хотел произвести праведной казни. Решишься ли совершить неправедную? Уличенных и осужденных ты из уважения к празднику освободил. Невинных ли ничего не сделавших злого осудишь? Скажи мне, и при том самый праздник. Нет, государь, в этом указе, обращаясь ко всем городам, ты говорил, о, если бы мог я воскресить и мертвых. Вот мы нуждаемся в этом человеколюбии, и нуждаемся в этих словах. Для царей не столько славно победить врагов, сколько преодолеть ярость и гнев. Там успех в деле зависит от оружия и воинов. Здесь торжество принадлежит тебе одному, и никто не разделит с тобой славы любомудрия. Ты одержал победу в войне с варварами. Победи же и гнев царский. Пусть знают все неверные, что страх Христов может обуздать всякую власть. Прославь своего Господа, прости согрешение сорабам, дабы и он еще более прославил тебя, дабы в день суда, вспомнив об этом человеколюбии твоем, воздрел на тебя кротким и милостивым оком. Так и больше того скажет он, и, конечно, избавит нас от царского гнева. Впрочем, настоящий пост служит нам величайшим поборником, не только к умилостивлению царя, но и к мужественному перенесению случившегося с нами. Это время доставляет нам немалое утешение. Уже то самое, что мы каждый день собираемся здесь, наслаждаемся слушанием Божественного Писания, видим друг друга, вместе скорбим, молимся, получаем благословение и таким образом отходим домой. Это одно отнимает у нас большую половину скорби. Итак, не упадем духом и не погубим себя унынием, но будем ожидать лучшего и со вниманием послушаем, что будет говорено. И сегодня хочу я побеседовать опять о презрении смерти. Вчера говорил я вам, что мы боимся смерти не потому, что она страшна, но потому, что нас не воспоменила любовь к царствию и не объял страх гиены, а сверх того и потому, что не имеем доброй совести. Хотите, скажу и четвертую причину этой неуместной боязни? Причина не менее важная, еще более верная, нежели предыдущая. Мы не ведем строгой жизни, какая прилична христианам, но полюбили эту изнеженную, роскошную и беспечную жизнь, отчего, конечно, и привязаны к настоящему. Но если бы мы проводили жизнь в посте, в сеночных бдениях и в воздержании, обсекая беспорядочные свои пожелания, отвергая удовольствие, пребывая в подвигах и добродетелях, по слову Павла, умерщвляя и порабощая тело мое, и попечение о плоти не превращайте в похоти, и я тесным и скорбным путем. Тогда бы мы тотчас пожелали будущих благ и спешили освободиться от настоящих трудов. И дабы увериться тебе, что не ложно слово наше, взойди на вершины горы, посмотри на тамошних иноков, одетых в лосиницу, носящих вериги, изнуренных постом, заключившихся во мраке, и видишь, что все они желают смерти и называют ее успокоением. Как боец спешит уйти с ресталища, чтобы избавиться от ран, и борец желает окончания зрелища, чтобы освободиться от трудов, так и ведущий добродетельную, строгую и суровую жизнь желает смерти, чтобы освободиться от настоящих трудов и беспрепятственно получить уготованные венцы, приплыв в тихую пристань и переселившись туда, где уже не нужно опасаться кораблекрушения. Поэтому Бог и устроил жизнь нашу трудную и тяжкую, чтобы мы, будучи те, с ним и здешними скорбями, вожелали будущих благ. Если теперь, когда со всех сторон окружает нас столько огорчений, опасностей, страхов и забот, так привязаны мы к настоящей жизни, то вожелали бы мы будущих благ, когда бы ничего такого не было, но вся наша жизнь была бы беспечальна и безбедна. 88. Так поступил Бог с иудеями, желая пробудить в них мысль о возвращении в Отечество и заставить их возненавидеть Египет, Он попустил им быть отягощаемыми глиною и кирпичом, дабы они, будучи подавляемой великостью трудов и тяжестью работы, воззвали к Богу о возвращении. Если же они при таких обстоятельствах вышедшие опять вспомнили о Египте и тяжком рабстве и готовы были возвратиться под прежнее тиранство, то, не испытав этого, от иноплеменников захотели бы когда оставить чужую землю. Посему, чтобы и мы, привязавшись к земле и пристрастившись к настоящему, не скорбели и не забыли о будущем, Бог сделал нашу жизнь тягостную. Не будем же более надлежащего любить настоящую жизнь. Какая нам польза, какая выгода от чрезмерной привязанности к этой жизни? Хочешь знать, почему настоящая жизнь составляет для нас благо? Потому что она служит для нас началом и приготовлением к будущей жизни, поприщем и местом борьбы для получения тамошних венцов. Так что она, если не будет для нас этим, жалче тысячи смертей. Если мы в этой жизни не хотим угождать Богу, то лучше умереть. Что особого, что нового для нас здесь? Не то же ли солнце, не ту же ли луну видим ежедневно, не ту же ли зиму, не то же ли лето, не те же ли перемены. Что было, то и будет. И что и сотворенного есть сейчас чего бы не было. Итак, не будем ни живых считать просто блаженными, ни умирающих оплакивать. Станем лучше скорбеть о грешниках. Будут ли они жить или умрут, а добродетельных будем ублажать где бы они ни были. Ты одной смерти боишься и плачешь, Шапаил умирал каждодневно и из-за этого не только не плакал, но еще радовался и веселился. О, если бы и я страдал за Бога, говоришь ты, я ни о чем бы не беспокоился. Но не унывай теперь, славен не тот только, кто терпит что-либо за Бога, но и тот, кто страждет неправедно и переносит это мужественно и благодарит Бога за такое опущение. И этот славен не меньше того, кто страждет за Бога. Блаженный Ио в безвинной незаслуженно потерпел много невыносимых ударов от козни дьявола, но как он мужественно перенес их и возблагодарил Бога, попустившего это, то и получил полный венец. И так, не скорби из-за смерти, она от природы. Скорби из-за греха. Он беззаконное дело произволения. Если же скорбишь об умерших, то скорби и о рождающихся, потому что как это дело естественное, так и то. Почему, если кто станет грозить тебе смертью, скажи ему, от Христа научился не бояться убивающих тел, а души же не могущих убить. Если будет грозить отнять им имущество, скажи ему, наг я вышел из чрева матери, наг и возвращусь. Ничего не принесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и вынести. Если ты не возьмешь, придет смерть и возьмет. Если ты не умертишь, закон природы в известный срок принесет смерть. Не будем же бояться ничего такого, что постигает нас по закону природы, но убоимся того, что бывает с нами от злого произволения. Это подвергает нас наказанию. При всех постигающих нас нечаянностях будем непрестанно размышлять, что печалью нам не поправить их, и мы перестанем скорбеть. А вместе с тем подумаем и о том, что если мы в настоящей жизни терпим какое-либо несчастье незаслуженно, то этим заслуживаем множество грехов. Великое благо сложить грехи здесь, а не там. Богач не потерпел здесь никакого бедствия, зато там горел в огне. И дабы увериться, что это было причиной, почему он не получил никакого утешения. Послушай, что говорит Авраам, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, поэтому страдаешь. А для удостоверения, что и Лазарь получил блаженство не только за добродетельную жизнь, но и за перенесение здесь бесчисленных бедствий, послушай, как и об этом говорит патриарш, сказав богачу, ты получил доброе твое в жизни твоей, он присовокупил, а Лазарь злое, поэтому он утешается. Как живущая добродетельная и страждущая получает от Бога двойную награду, так и живущая во грехе и благоденствующая понесет двойное наказание. Опять и это говорю не в обвинении бегущих из города и не в укоризну им, потому что больной имеет нужду в утешении. Нет, я стараюсь исправить их, желаю, чтобы мы не изверяли своего спасения бегству, но бежали бы греха, сошли бы с злого пути. Если греха избежим, то и среди бесчисленного множества воинов никто не может нас поранить, а если его и не избежим, то хотя бы мы взошли на самую вершину гор и там найдем тысячи врагов. Вспомни опять о тех трех отроках, они были в печи и не потерпели никакого зла, а вернувшие их были вне ее, однако же все, сколько их не стояло вокруг истреблены. Что чудеснее этого? Тех, кои были во власти огня, он отпустил, а кои не были в его власти, тех охватил. что познал ты, что не место, но расположение души бывает причиной и спасения и наказания. Вот, бывшие в печи остались невредимы, а бывшие вне ее истреблены. у тех и других одинаковые тела, но не одинаковые мысли, а потому и не одинаковая восприимчивость к страданиям. Сено лежит и вне печи, но тотчас сгорается, тогда как золото и находясь внутри печи, еще более блестит. 90. Где теперь говорящие, пусть царь возьмет все и оставит нам тело свободным? Пусть узнают они, что это значит тело свободное, не безнаказанно сделает тело свободным, но жизнь постоянно добродетельная. Вот, тела этих отраков были свободны и брошены в печь, потому что они давно сбросили рабство греха, а в этом-то единственная и состоит свобода, а не в том, чтобы не терпеть наказание никакого несчастья. А ты, услышав об этой печи, вспомни об огненных реках, которые потекут в тот страшный день, как здесь огонь одних охватил, а других пощадил. Так будет и в тех реках. У кого будут дрова, сено, тростник, тот даст чем гореть огню, а у кого будет золото, серебро, тот сам сделается блистательнее. Это-то вещество и станем собирать, и будем мужественно переносить настоящее бедствие, зная, что настоящая скорбь избавит нас и от тамошнего наказания, если мы сумеем любомудрствовать. И здесь сделает лучшими не только нас, но и притеснителей наших, если мы будем бдительны. Такова сила любомудрия, как это и в то время случилось с мучителем. Когда он увидел, что отроки не потерпели никакого вреда, послушай, как он переменил речь. Рабы Бога Всевышнего говорит он, выйдите и подойдите. Незадолго перед кем не ты ли говорил, кто есть Бог, который избавит вас от руки моей? Что же случилось? Откуда такая перемена? Бывших вне печи увидел ты погибшими и зовешь находящихся внутри? Откуда пришло к тебе такое любомудрие? Вот какая перемена произошла в царе. Когда отроки еще не были в его власти, он богохульствовал, а как ввергнул их в огонь, так и стал любомудрствовать. Поэтому Бог и попустил быть всему, чего хотел мучитель, чтобы показать, что хранимому им никто не может повредить. Здесь он сделал то же, что сделал с Иовом. И там он попустил дьяволу выказать всю свою силу. И когда этот истощил все стрелы, и уже не оставалось более никакого рода козней, тогда-то Бог и вывел подвижника с поприща, чтобы победа была славна и несомненно. Точно так он сделал и здесь. Захотел мучитель разрушить город их отроков, и он не воспрепятствовал. Захотел отвезти их в плен, не остановил. Захотел связать, дозволил. Вернуть в печь, допустил. Разжечь пламя сверх меры, и это позволил. И когда истощил всю свою силу, тогда и Бог показал свое могущество и терпение отроков. Видишь, что Бог попустил этим бедствием дойти до крайней степени, для того, чтобы показать притеснителям и любомудрее притесняемых и свое промышление. И мучитель, познав то и другое, воскликнул, рабы Бога Всевышнего, подойдите, выйдите, но обратив внимание на великодушие отроков, они не вышли прежде зова, дабы не подумал кто, что они устрашились огня, а быв позваны, не остались внутри, дабы не почли их честолюбивыми и упорными. Когда узнал, ты, говорят, чьи мы рабы, когда познал нашего Господа, тогда мы выходим, как проповедники силы Божьей всем предстоящим, а сказать правду не только они, но и сам гонитель собственным голосом и устно и посланием возвестил всем и о мужестве подвижников и о силе подвига положника. Как глашатые на середине зрелища объявляют имена борцов победителей и называют их города, говорят, такой-то из такого-то города, так и мучитель вместо города провозгласил их Господа. Седрах, Месах, Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Что случилось, что называешь их рабами Божьими? Не твои ли они были рабы? Но они, говоришь, сокрушили мою власть, попрали мою гордость, делами показали своего истинного Господа. Если бы они были рабами людей, их не убоялся бы огонь, от них не отступило бы пламя, потому что тварь не умеет уважать и чтить рабов человеческих. Поэтому говорит, благословен Бог Седрага, Месаха и Авденага. Здесь обрати внимание на то, как он сперва возвещает о подвигу положеники. Благословен Бог, который послал ангела своего и избавил отроков своих. Это о силе Божией. Скажи я добродетели подвижников, что уповали на него и слово царева не стали исполнять и предали тела свои, чтобы не служить богам иным. Что может сравниться с добродетелью, прежде когда они говорили богам твоим не будем служить, он разгорелся сильнее печи. А теперь, когда это доказали на самом деле, он не только не разгневался, но еще похвалил и восхищался по поводу того, что они не послушали его. Вот какое благо добродетель. Она и в самых врагах возбуждает к себе удивление и похвалу. Отроки сразились и победили. А побежденный стал благодарить за то, что их не устрашил вид пламени, но воодушевила надежда на Бога. Он и Бога вселенной называет по трем отрокам, не для того, чтобы ограничить его владычество, но потому, что эти три отрока стоили вселенной. Поэтому и хвалят мучитель презревших его. И минуя столько правителей и царей и начальников покорных ему, восторгается тремя пленниками и рабами, посмеявшимися над его жестокостью. Они сделали это не по любопрению, но по любомудрию, не по дерзости, но по благочестию, не наднившись гордостью, но воспоменяясь ревностью. Подлинно великое было благо надежды на Бога. Это познал и этот иноплеменник, и, желая показать, что через него избавились отроки от угрожавшей опасности, воскликнул, ибо уповали на него. 92. Говорю это теперь и представляю все истории, в которых описывается искушение, и беды, и гнев царей, и козни, для того, чтобы мы ничего так не боялись, как прогневать Бога. Вот и тогда рожжена была печь, но отроки посмеялись над ней, а греха убоялись, потому что знали, что от огня они не потерпят никакого вреда, а за нечестие подвергнутся крайней опасности. Грех сам есть величайшее наказание, хотя бы мы и не были наказаны, равно как добродетельная жизнь сама составляет величайшую честь и счастье, хотя бы мы и терпели наказание. Грехи удаляют нас от Бога, как и сам он говорит, не грехи ли ваши разделили вас от меня, а наказание обращает нас к Богу. Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Исайя 26, 12. У кого есть рана, тому чего должно бояться? Гниение или сечение от врача? Ножа или распространение раны? Грех есть гниение, наказание, нож врачебный. У кого загноилась рана, тот терпит боль, хотя и не подвергается сечению. И тогда-то особенно бывает он в худом положении, когда не подвергается сечению. Так и согрешающий несчастнее всех, хотя и не терпит наказание. И тогда-то особенно он несчастен, когда не терпит наказание и никакого зла. Страждущие расстройством печени и водяной болезнью, когда употребляют много пищи. Холодное питье, сладкое или вкусное ясно, тогда особенно и бывает несчастнее всех, потому что невоздержанием увеличивает болезнь. Напротив, когда под предписанием врачей изнуряют себя голодом и жаждуют, тогда имеют некоторую надежду на выздоровление. Так и живущие в нечестии, если терпят наказание, то имеют добрую надежду, а если при нечестии наслаждаются спокойствием и удовольствиями, то несчастнее невоздержных больных водянкою, это тем более, чем душа лучше тела. Итак, если увидишь, что между делающими одинокие грехи, одни борются непрестанно с голодом и бесчисленными бедствиями, а другие упиваются, присыщаются и роскошествуют, почитая более блаженными тех, кои терпят бедствия, так как этими бедствиями ослабляется пламя греховной плоти. И эти люди отходят к будущему суду и к страшному тому судилищу с немалым облегчением и выйдут из него изгладив понесенными здесь бедствиями многие грехи свои. Но довольно утешение. Время уже перейти к увещанию об избежании клятв и к опровержению того напрасного и пустого извинения, которым клянущиеся думают оправдать себя. Именно когда мы обвиняем их, они указывают нам на других, которые делают то же самое и говорят «такой-то и такой-то клянутся» и так скажем им, но такой-то не клянется, а Бог произнесет над тобой призвор по сравнению с подвигами праведных. Грешники не приносят пользы грешникам взаимным общением в беззакониях, а праведные служат к осуждению грешных. Не напитавшие и не напоившие Христа и напоивших было много, но они нисколько не посадили друг другу, равно как и пять дев юродивых не получили никакого облегчения одна от другой, но как те, так и эти осуждены самым сравнением с праведными и наказаны. Итак, бросив это пустое оправдание, будем смотреть не на согрешающих, но на делающих добро и постараемся запастись воспоминанием о настоящем посте. Часто мы, приобретшие одежду или служителя, или драгоценный сосуд, вспоминаем о времени приобретения и говорим друг другу, такого-то служителя я приобрел в такой-то праздник, такую-то одежду купил в такое-то время. Так, исполняя этот закон, будем говорить, в такую-то четыре десятницы я отстал от клятвов. До того времени я клялся, но, услышав простое увещание, удержался от этого греха. Но привычку, скажешь, трудно исправить. Это и я знаю, потому спешу ввести вас в другую привычку, полезную и выгодную. Ты говоришь, трудно отстать от привычки, но по этому самому и постарайся отстать. Верно знаешь, что если приобретешь себе другую привычку, не клясться, то не будешь уже нуждаться ни в каком труде. Что труднее, не клясться или целый день быть без пищи и изнурять себя, употребляя одну воду и мало хлеба? Очевидно, что это труднее того, однако привычка делает это возможным и легким. Так что иной хотя бы кто в наступивший пост тысячу раз упрашивал ее, хотя бы тысячу раз заставлял и принуждал пить вино или вкусить чего-либо неположенного в посты, скорее решится вытерпеть все, чем прикоснуться к запретной пище. Хотя мы и любим вкусную трапезу, но по навыку ободряемому совестью благодушно переносим все эти лишения. То же самое будет и с клятвами. Как теперь, хотя бы кто ставил тебя в крайнюю необходимость, ты держишься привычки. Так и тогда хотя бы кто тысячу раз упрашивал тебя, не отстанешь от привычки. 94. Посему возвращаясь домой, побеседая об этом со всеми домашними. Со многими бывает, что уходя с луга, они берут розу или фиалку или какой-либо другой цветок и несут в руках. Другие выходя домой из сада уносят с собой древесные ветви с плодами, а иные опять с богатых обедов приносят своим родным остатки от стола. Так и ты, уходя отсюда, отнеси наставление к жене, детям и всем родным. Это наставление полезнее и луга, и сада, и стола. Эти розы никогда не увядают, эти плоды никогда не засыхают, эти яства никогда не портятся. От тех временное удовольствие, а от этих всегдашняя польза, не только после исполнения, но и при самом исполнении совета. Подумай только, как хорошо оставить все другие дела, и общественные, и частные, постоянно разговаривать о божественных законах, и за столом, и на площади, и в других собраниях. Если этим будем заниматься, то не скажем ни одного слова опасного и вредного, и несогрешимо невольно. Да и от настоящей печали можем освободить свою душу, когда станем заниматься беседуя об этом, вместо тех беспокойных речей, какие мы теперь постоянно говорим друг другу, что-то услышал ли царя случившимся, или разгневался ли он, какой дал приговор, упросил ли его кто-нибудь, неужели он позволит совсем истребить столь большой и многолюдный город. Это и все такое предоставив Богу, позаботимся только о его заповедях. Таким способом отвратим все эти бедствия. И пусть из нас только десять человек исправятся. Из этих десяти вскоре будет двадцать, из двадцати пятьдесят, а из пятидесяти сто, из ста тысячи, целый город. Как зажегшие десять светильников легко можно осветить весь дом, так и по отношению к духовным подвигам. Пусть только десять человек исправятся. Мы зажжем целый костер, который осветит собой город и доставит безопасность. И не так скоро пламя запав в лесу зажигает одно за другим близ стоящие деревья, как ревность о добродетели, запав немногие души и постепенно распространяясь, может обнять весь город. Итак, дайте мне похвалиться вами и в настоящей жизни, и в тот день, когда приведутся на суд получившие таланты. Достаточно мне награды за труды, Ваша добрая слава. И лишь увижу, что Вы живете благочестиво, я все получил. Сделайте же, что я и вчера внушал Вам, и сегодня говорю, и не перестану говорить, определив наказание клянущимся, наказание, приносящее пользу, а не вред. Постарайтесь представить нам и доказательство своего преуспеяния. А я постараюсь по выходе из этого собрания с каждым из Вас иметь продолжительную беседу, чтобы во время такой беседы усмотреть мне, кто исправился. И если увижу кого-либо клянущимся, объявлю его перед всеми исправившимися, дабы упреками, облегчением и вразумлением тотчас отклонить его от дурной привычки. Ведь гораздо лучше здесь вытерпеть стыд и исправиться, чем быть посрамлен и наказанным перед лицом всей вселенной. В тот день, когда грехи наши откроются перед очами всех, впрочем, не дай Бог, чтобы кто-либо из всего почтенного молитвами святых отец наших, исправив все грехи и принесший обильный плод добродетели, да отыдем отсюда с великим дерзновением.